Больше 40 фактов из десяток уголовных дел в Казахстане продолжают бороться с продажей поддельных паспортов вакцинации. Однако, по словам независимых экспертов, проводимая работа лишь капля в море. Говорят, серых схем в разы больше. Мой коллега Андрей Деменок изучил преступный рынок. ПЦР срочно требует. Завтра можно, тогда вам нужно 10 часов вакцирировать за 20 тысяч. Через 10 часов будет результат. Это тот случай, когда уговаривать человека пойти на преступление даже не нужно. Девушка на том конце провода сама подталкивает сомневающегося клиента нарушить закон. Впрочем, судя по объявлениям в сети, поддельные ПЦР-тесты уже не актуальны. На пике спроса фиктивные паспорта вакцинации. Это медучреждение нашей съемочной группой было выбрано не случайно. Судя по комментариям сети, его сотрудники на протяжении нескольких месяцев продавали поддельные паспорта вакцинации. Обратилась в поликлинику по месту жительства, чтобы получить уже второй компонент. В процессе, когда я пришла, вместе со мной пришли группа из пяти человек. И в этот момент медсестра, которая ставила прививки, спросила у меня, вы тоже с ними? В итоге, когда я у нее спросила, мы будем сегодня ставить вакцину или нет? Она сказала, я же у вас спросила, вы с ними или нет? И в этот момент она, скорее всего, поняла, что я уже что-то заподозрила. Потом, когда я вышла, ни у кого из этих пяти человек не было пластырей. По официальным данным, за последний месяц в Казахстане выявлено четыре десятка фактов продажи поддельных паспортов вакцинации. Возбуждено более десяти уголовных дел. Однако, социальные сети и мессенджеры по-прежнему пестрят объявлениями о продаже меддокументов. Здравствуйте, срочно нужен паспорт вакцинации. Я помогу вам получить сертификат, как будто вам сделали прививку. Цена 10 тысяч тенге. Документ настоящий? Это не липовые бумажки, а реальные документы. Получать будете в своем пункте вакцинации или поликлиники. Никаких вопросов не будет. Просто не могу понять, как данные появятся в базе. Мы сотрудничаем с региональными больницами, которые непосредственно имеют доступ. Насколько я знаю, все такие незаконные дела, которые делаются медсестрами и терапевтами, они никогда по согласованию с главными врачами. Все делается, все незаконные вещи. Поэтому, да, можно говорить о том, что это системная коррупция. Это системная коррупция, которая взращивалась еще до пандемии. То есть это была очень хорошая среда, в которую попала необходимость иметь паспорт. Стоит отметить, что сегодня в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля признали, что чаще всего проверить подлинность паспорта вакцинации невозможно. А значит, человек, покупающий такой меддокумент, приобретает себе вместе с ним и билет в реанимацию. И это в лучшем случае, если только себе.